Что агрессор часто ограничивает круг общения, изолирует. Не всегда родители готовы признавать, что это моя ошибка, это я. И вот это внутреннее понимание того, что я бессильна, и я устал, и нервная система настолько устала, что она просто перестает бороться, и возникают эти мысли. Для чего необходима психологическая помощь? Психологическая помощь – это возможность заботиться не только о своем физическом здоровье, а о психическом, психологическом. И сейчас к этому больше не только интереса, больше понимания, что мне нужно об этом заботиться как человеку, что если я пью таблетку, то я лечу одно, а если мне страшно, одиноко, таблетка может и не помочь. И здесь тогда есть специалисты в разных сферах, в разных организациях. Многие из них конкретно помогают, например, с одиночеством, к примеру, кто-то с зависимостью, например. Но есть возможность обратиться и, соответственно, получить помощь. Оказание психологической помощи, оно, в принципе, законодательством урегулировано. Есть законы по оказанию психологической помощи, недавно он менялся. Это в контексте таких регулирований, правового регулирования этого процесса. И есть требования, за что очень, кстати, часто переживают клиенты, которые обращаются к нам о том, есть ли квалификация, есть ли образование. То есть есть требования сейчас. И для того, чтобы работать, быть психологом, нужно этому учиться, научиться и понимать, как я могу помочь. Я психолог, и я работаю в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей. Оказываю помощь людям, которые как раз-таки приходят и говорят о том, что им нужна помощь. То есть мы не идем причинять добро, мы помогаем тем, кто говорит, ну вот мне прям действительно нужна помощь. И мы тогда уже работаем с теми людьми, которые приходят, звонят, и оказываем им помощь, психологическую помощь. Сейчас, вот в современном мире, мне кажется, что трудности, проблемы, они обострились, они стали более-таки оголенные. И люди начинают понимать, что и в ситуации горевания можно обратиться к специалисту, и в ситуации домашнего насилия можно обратиться к специалисту, и в ситуации сложного развода, например, и в ситуации зависимости любой наркотической, игровой, алкогольной, многие сейчас говорят о любовной зависимости, например. То есть им это очень обсуждается, средства массовой информации, социальные сети, это очень большое количество информации, она не всегда правильная, не всегда честная, и тогда она как раз-таки и подогревает спрос на те формы, на те запросы, на те возможности, которые есть в том числе и у нас, например, в центре. Про зависимости, обращение родственников и помощь специалистов. Зависимость, я буду говорить, наверное, о зависимости от вещества разных веществ, психоактивных веществ, будем так их называть, это алкоголь, наркотики, там сейчас другие какие-то вещества. Она всегда была, еще там с древних времен, то есть это вот где-то шаманы в племенах и все остальное. То есть, но когда у человека, когда в обществе, возможно, проблем становится больше, возможно, вариантов решения, и в том числе уход в зависимость, как вариант решения проблемы личной или просто общей, семейной, например, такой вариант возрастает. Поэтому, но это такая скрытая, незаметная. Мы можем увидеть там на улице утром, когда идет человек, который выпивает за очередной порцией алкоголя, это мы можем увидеть, да, то есть, ну это, наверное, такие прям зачатки. Но в принципе бытовой алкоголизм, он, ну все праздники с алкоголем, например, да, кому-то недостаточно алкоголя, а кто-то, наоборот, начинает только с наркотиков, а потом переходит на алкоголь, дабы наркотики понимает то, что разрушает больше, да, ну сменяет одно в зависимости от другой. Поэтому мы не знаем, наверное, сколько людей сейчас вообще не употребляют. Но сказать, что их много, ну вот прям, что абсолютно без употребления любых веществ, ну, это, наверное, соврать. Их мало. В рамках центра Минского городского есть еще такой колл-центр, он республиканский, помогут БАЙ. На него могут звонить, могут писать в чат. И, в принципе, и к нам в центр могут изначально позвонить или написать. И в большинстве случаев, если мы будем говорить о зависимости, обращаются близкие. Я не знаю, что делать, да. Мне кажется, что мой ребенок что-то попробовал, потому что у него поменялось поведение. То есть стартует и начинает бить в колокола близкий. И иногда бывает, что сам зависимый. Бывали случаи, например, когда нам звонили на линию, помогут БАЙ, и просто человек решил для себя, что он не будет употреблять наркотические вещества. И у него жесткая такая ломка. И он просто поговорить со мной, потому что я сейчас, если я сейчас останусь наедине, я все-таки пойду искать то самое, что мне сейчас нужно, физически нужно. Это уже такая хорошая зависимость. Но в большинстве случаев идут близкие, и это тоже очень хорошо, правда. И потом, возможно, идут уже и зависимые. Но зависимые для себя выбирают, мне кажется, в большинстве случаев анонимные обращения. Это общественные организации. И вот когда есть работа вместе, общественные и государственные организации, это вообще классно. Ну, то есть это прям, это защита и помощь для человека в такой ситуации, такая безусловная. Если, например, звонит или зависимый, или близкий зависимый, мы просто всегда спрашиваем, какую помощь вы хотите получить, что это будет. Близкий может сказать, я понимаю, что ему нужно, наверное, в стационар. Да, мы тогда уточняем, где, и предлагаем контакты стационара, в котором он может, нет-нет-нет, я не хочу государственные учреждения. Если близкий или сам зависимый рассказывает о том, что это действительно уже серьезная физическая зависимость, и ему нужно ввести коментозное сопровождение, в рамках государственных учреждений есть возможность анонимно получить. Но это платная услуга, но это есть возможность такая. Поэтому мы об этом говорим и подсказываем, куда можно обратиться. Если он говорит общественной организацией, мы тоже даем эти контакты. Если он говорит, нужна помощь психолога, соответственно, мы ее можем предоставить здесь и сейчас, потому что есть такие психологи у нас запланированные, как дежурные, да, то есть есть психолог, который может сейчас первую такую психологическую помощь оказать. А дальше уже, если готов идти, работать с психологом, то есть мы тогда уже записываем непосредственно к нам в центр, или там нет возможности приезжать, например, да, то это же есть и телефон, и есть онлайн-консультация, тоже есть возможности в нашем центре. Ну, вот таким образом дальше ведется работа. В большинстве случаев зависимые не понимают, что они являются зависимыми, и что это болезнь. Я сегодня там вот выпил или я сегодня принял вещество, а завтра я не буду, и он действительно может завтра продержаться. Вот когда у человека приходит полное сознание, что я бессилен, я сдаюсь, это болезнь, я сам не справляюсь, вот тогда это этап и первый шаг к тому, чтобы работать с зависимостью. И не бороться с болезнью, а учиться жить без этого вещества. Потому что когда я борюсь, это борьба. Кто победит? Это в любом случае с той стороны у меня вещество или болезнь получается. А здесь вот как жить без? А они разучаются зависимых жить без, по сути? То есть вот есть я, есть вещество. Все, мне больше ничего не надо. Сужается круг общения, он только тематический, возможно, где-то финансовый. А здесь я понимаю, что я хочу жить без вещества, а как? Не знаю. И вот здесь вот как раз таки, если он идет, говорит о помощи, его учат жить заново. И самая особенность в том, что это постоянная работа, это уже, если человек столкнулся с веществом, с наркотическим веществом, то он уже всю жизнь будет трудиться для того, чтобы жить без вещества. То есть организм уже понял, что может быть по-другому на физическом уровне. И сейчас мне нужно будет постоянно как бы работать над собой. И когда мы общаемся, у нас на базе нашей эвоцентра есть группы для бывших зависимых, которые ведут группы для... И они говорят о том, что это постоянно... Я в ремиссии столько-то. Они не говорят, что я выздоровевший. То есть они понимают эту отчетность, что это было в моей жизни, сейчас это как-то влияет на меня, но я с этим уже вот не дружу. Как понять, что человек начал употреблять? Как понять близкому, что рядом с ним человек начал употреблять? Если он не видит воочию этих веществ. Такое резкое изменение поведения. И в большинстве случаев, если уже зависимость такое переходит в такое... Не зависимость, а употребление переходит в злоупотребление, то это такая агрессивность, раздражительность, там наркотические вещества, там часто близкие говорят о зрачках расширенных, об изменении в памяти, внимании, то есть там очень много вещей, которые можно заметить. Но опять же, если я понимаю, что вдруг мой близкий стал раздражительным и злым, это не означает на сто процентов, что он стал употреблять какое-то вещество. Может быть, какая-то ситуация произошла, может быть, конфликт, а если это ребенок, может быть, что-то в школе или где-то еще, а может быть, просто какой-то внутренний, внутренних много переживаний. То есть тогда просто нужно идти и говорить, я вижу, что с тобой что-то не так. Как я могу тебе помочь? То есть вот это самое главное, что мы говорим, кстати, близким очень часто. Говорить о том, что я вижу, и как я могу тебе помочь? Что я могу для тебя сделать сейчас? Как не допустить употребление подростками? Подростки и вообще подростковый возраст – это возраст экспериментирования. Ну вот, будем честными. То есть им интересно все. Сейчас очень большой доступ к информации, любой информации. И вот здесь вот, что родители вложили, как важность заботы о своем здоровье, о том, возможно, о вреде веществ, но не совсем прям, так, не знаю, как сказать, сверх, да, внимания на это. Потому что здесь вот пришло слово «доверие». Я могу рассказать родителю все, и я знаю, что он меня не накажет. Не ограничит в телефоне, не ограничит в общении с друзьями, да. То есть вот этот момент. Потому что возраст подростковый – это возраст экспериментирования. И экспериментирование может вероятность того, что уйти в какую-то зависимость. То есть попробовать покурить. Сейчас вейпы. Замечательно. Вот формат вроде как бы безвредный, но на самом деле очень вредный, да. Это доказано уже в том числе сейчас и научно. Попробовать. Быть как все, если это вот среди того круга общения, в котором находится. Родителю нужно знать круг общения, и он может его сменить, не силой ограничив, а предложив, опять же, по интересам футбольную команду или, не знаю, баскетбольную команду, что-то. И тогда меняется круг, и меняется, ну, есть. И особенность тоже подросткового возраста – быть как бы не похожим на своих родителей, отличаться. То есть, ну, это просто такой этап. И здесь вот родителям нужно разговаривать, договариваться, объяснять, слышать, слушать. И тогда, даже если в кругу или где-то будет прилетать информация, просто спокойно об ней говорить, а не пугаться. Ты что? Не дай бог. И, кстати, вот на одном из таких больших собраний, когда собирались очень много общественных организаций, представителей Министерства внутренних дел, поднимался такой интересный вопрос о том, что сейчас очень в школе профилактика проводится по поводу употребления всех этих веществ. И очень много говорят об административной ответственности, о вреде. Ну, и по сути, это, с одной стороны, это, правда, очень классно. Но, с другой стороны, я знаю, что это за вещество и что оно где-то есть. То есть, это вот запретный плод, всегда сладок. Поэтому, и тогда я помню, что мы обсуждали, и очень важно мы отметили, говорить не только о вреде, о том, что как здорово там заниматься разными видами спорта, даже вот прямо сейчас только вариаций получения удовольствия. Ведь это где-то в какой-то момент цель есть забыться, получить удовольствие, получить эйфорию. Кучу вариантов можно, да. То есть, здесь вот, а можно так, а можно так. Поэтому вот это тоже один момент. Что ты еще можешь дома? И школа, опять же, об этом может говорить, где ребенок очень много времени проработает. Почему, когда подросток употребляет, работать нужно с родителями? Когда мы говорим о зависимости, если мы узнали или знаем о зависимости у подростка, у ребенка, это чаще подросток, хотя сейчас только возраст попыток экспериментирования молодеет, и дети в 11 могут попробовать что-то и в 10. Здесь, конечно, вопрос стоит и о родителях, и о том, как у них в семье все устроено. И бывает такое, что это уход от семейных скандалов, ссор, возможно, там, от насилия в семье. Не по отношению даже к нему, он просто это такой, а где там на улице, возможно, там безопасней. Вот. Понятно, если об этом узнают много всяких служб, то за эту семью как бы берутся, будем так говорить, и с ней пытаются работать. Не всегда родители готовы признавать, что это мой, моя ошибка, это я сейчас упустила. Чаще всего бывает такое, что иногда, и, кстати, к нам в центр тоже приходят, не в контексте зависимости, а просто почините моего ребенка. Я здесь ни при чем. Потому что мы работаем и с детьми, даже не с детьми, больше, а с семьей. Когда он говорит, нет, мы с вами. А и многие родители уходят. Здесь мы не можем сделать ничего, если сам человек не готов менять. Мы не можем его поменять. Возможно, изначально это будет с позиции страха. Страха за свою жизнь, страха от того, что ребенка могут забрать, например. Возможно, но это прям совсем-совсем на первом этапе. Это может уйти, и тогда должно быть личное желание измениться родителю, что я делаю не так. Есть случаи, когда... Все-таки это приводит к тому, что ребенка изымают из семьи. Но есть случаи, когда родитель прям восстанавливается. В опыте нашего центра есть и такие-таки случаи, но мы здесь не являемся той организацией, которая решает такие вопросы. Мы, скорее, такие помощники, если готовы, если, опять же, готовы работать. Потому что это тоже работа, серьезная работа над собой. Ну, если мы возьмем, к примеру, вопрос сейчас очень близок, но не вещество, а интернет, зависимость от гаджетов для детей, это и для родителей сейчас очень остро. и они приводят детей с целью для того, чтобы он прям зависим, не могла с ним ничего сделать. И действительно, в некоторых случаях дети прям уходят и в агрессию, и в злость, и разбивают что-то, когда нет игры или телефона рядом. Да и взрослые многие, сейчас игровая зависимость тоже процветает. Был случай, когда мы решили вместе с мамой, что она готова принять любое поведение ребенка, когда она заберет все возможные, изолирует его от всех гаджетов. Это такая была подготовка и готовность мамы на тот момент принять это. То есть, что очень много страха возникает, что будет, если вдруг он перестанет, ну даже если там какое-то психоактивное вещество потреблять, что вот он же это все возрастет у него все. И здесь вот как раз таки, что мама будет делать? Мы с ней прям проговорили, она была готова. И, соответственно, не так все было страшно, как мама для себя рисовала. Не было этих истерик, таких жутких. Ребенок нашел себе занятие. Он с удовольствием занялся чем-то более интересным, чем там было и лего, и пластилин почему-то ему нужно было в большом количестве. 12 лет на тот момент было. Ребенок. А это такой положительный. И здесь родитель поменял свое отношение и, кстати, поменял свои требования. Сверхтребовательность к ребенку тоже такой очень давящий момент. Здесь такая была скорее даже работа родителя, потому что ребенка просто... Мы все разговаривали, поддерживали, совсем не касались момента телефона, зависимости. А здесь как раз таки работа мамы и ее готовность кардинально поменять свое поведение, не сидеть самой в телефоне и так далее, и так далее. Она была. И вот это как бы... Спустя некоторое время там ребенку вернули телефон в определенном дозированном порядке, ну и мама была прям готова вот в этом и во всех других направлениях быть в контакте с ребенком. Есть другой случай, который в голову приходит, когда... Опять же, про пример, да, потому что про детей чаще всего к нам обращаются, наверное, если про зависимость вот такую, зависимость от гаджетов. Когда мы тоже обговорили с мамой, но она не выдержала, сказала, нет, я не буду, я вот он прям... Он бился, он дрался, ребенок. То есть, не-не-нет, я не могу, и я не могу. И вот... Ну вот... Они ушли из консультирования, из работы. Как правило, родители, которые не готовы меняться, они говорят об этом, да, то есть то, что мы предлагаем, их шаги, они их не делают, и они тогда уходят. Ну, потому что что мы можем сказать? Мы можем сказать то же самое. Если вы это не будете делать, у нас работы не будет, да, то есть мы честными с нашими клиентами. Если вы это не делаете, смысл тогда вам сюда приходить? Ну, вот так. И да, ребенок там остался с телефоном круглые сутки, мама осталась с тем, что есть, со своим недовольством, но нежеланием что-то менять. Спасение зависимых не равно помощь. Очень часто близкие принимаются спасать зависимых. То есть и это не работает. Помню, когда ко мне однажды прям так неожиданно это было, но пришла пожилая пар, и они очень просили о такой психологической поддержке, и вот я была тем самым психологом, к которому мы не обратились, и они, у них было очень много страха, очень много было растерянности, потому что их взрослый сын в очередной раз ушел там в отогревление такое прям острое, и они не могут его найти. То есть у них был страх за его жизнь. И это такими периодами, и там очень много было такого спасательства, что я могу сделать, как мне его найти, а вот он сейчас придет, я же, наверное, ему приготовлю поесть. Ну, честно, это расслабляет. Я могу здесь употребить вещество, приду домой, если, например, я живу с родителями, меня там, ну, даже если я была не совсем в состоянии хорошем, мне приготовят поесть, мне, возможно, постирают, возможно, позвонят на работу и скажут, что я заболел. Тогда зачем мне отказаться вещества? Все хорошо. И вот здесь вот работа с близкими как раз-таки научиться им не создавать те самые комфортные условия для употребления. Понятно, если я вижу, что уже вопросы о физическом здоровье, я тогда подключаю специалистов, медиков, врачей. Ну, таких вот случаев больше всего. И здесь, наверное, близким такой основной совет разучиться спасать и заботиться о себе, как бы это ни звучало, грубо и жестоко по отношению к зависимому. Но как только человек начинает думать про себя, а не про зависимого, зависимый, возможно, начнет думать, что у него что-то не так и думать про себя, что нужно как-то что-то менять, потому что не совсем удобно. Мне вдруг перестали за мной убирать, вдруг перестали мне готовить, вдруг перестали заботиться, чтобы я ходила на работу, например, или мне перестали одалживать деньги. И что мне тогда с этим делать? Понятно, он может выбрать такой путь не совсем как законопослушный гражданин, но это тоже такой формат, но тогда здесь уже вступают в силу другие вещи, ответственность административная, уголовная. А здесь тоже может, о, нет, то есть я, это тоже может быть, стимулом в том числе. Ну, близкие очень боятся, боятся за своих родных и тем самым спасают, делают за них. Какая история тронула вас больше всего? Наверное, та пара, про которую я рассказывала, потому что они очень сильно были, у них было очень много боли, и даже не тронула, я бы так сказать, у меня это, ну, их история, да, она действительно меня тронула, а, наверное, скорее такое было внутреннее, и такое бывает часто в работе, в том числе и с зависимыми людьми, внутреннее понимание того, что я ничего сделать не могу. Я могу лишь сказать, что вам, но я не могу, потому что они идут иногда близкие за спасением, за волшебством. И вот это вот внутреннее разочарование, когда я вижу перед собой двух взрослых людей пожилого возраста, которые готовы ходить ночами, искать своего взрослого сына, звонить в милицию, обходить все морги, возможно, и я могу им только сказать о том, что вам этого делать не нужно, и все, и вот это внутреннее понимание того, что я бессильна, оно, конечно, прям немножко разбирает, но это тоже есть в нашей практике, и это тоже очень важно говорить людям, которые приходят о том, что в вашей ситуации только вы сможете, я не смогу вам дать эту волшебную таблетку. Ну, такая хорошая работа над собой, действительно, у психолога должна быть, и отслеживание своих чувств, а иногда бывает, что к психологу приходит в работу такой клиент с таким очень похожим запросом, связанным с личной жизнью психолога, и здесь вот важно понимать, есть темы, которые психологи, правда, честно, не берут, потому что это может поднять очень много своих личных страхов, переживать, потому что психологи тоже живые люди, и тогда психолог честно говорит об этом, и в моем опыте были такие случаи, когда я честно говорила, что я не смогу вам помочь, потому что у меня есть похожий случай у меня лично, в моих близких отношениях, и это правда тоже, они за это говорили, спасибо за честность, ну, я тогда могу точно сказать, кто будет сейчас работать, я не бросаю человека, в любом случае мы всегда говорим, куда вы можете обратиться, или к какому психологу рядом, сидящему в другом кабинете, вы тоже можете обратиться. Как не стать жертвой домашнего насилия? Для того, чтобы не стать жертвой, часто говорят, домашнего насилия, мне больше нравится слово пострадавший, домашнего насилия, нужно прямо научиться отслеживать, понимать, что для меня является нормальным, что для меня является ненормальным, это прямо очень общее, но вообще пострадать от домашнего насилия может любой. И сейчас мы тоже говорим не только о браке, это и партнерские отношения, отношения в паре, молодые люди, то есть от этого никто не защищен. Пытались проводить исследования, но есть и благополучные, есть очень много мифов, очень много, опять же, установок, бьет, значит, любит, и так далее, и так далее. Поэтому здесь, если я понимаю, что ко мне отношения, ну вот прям внутренние, я такое, что я испытываю страх, меня парализует, мне хочется бежать, но я вот терплю, по разным причинам, вот тогда здесь вот можно что-то думать и что-то менять. В рамках правового регулирования профилактики домашнего насилия у нас есть закон об основах деятельности по профилактике. Там есть отдельные статьи, отдельные моменты, про, где введено, и сейчас, кстати, в виду изменений, понятие домашнего насилия расширилось, и это позволяет прибегнуть к большей ответственности в контексте агрессоров, людей, которые применяют домашнее насилие. это и бывшие супруги сейчас, и просто партнеры, или ведущие совместное хозяйство, то есть очень так расширилось. Поэтому законодательно на сегодняшний момент произошли изменения, и они очень важны для самих людей, которые находятся в ситуации домашнего насилия. И работа ведется много, не все конфликты являются насилием домашним, здесь вот прям разграничение, и что-то, может быть, даже при вызове милиции может быть насилием, а может быть конфликтом. Как отличить домашнее насилие от обычного конфликта? Если мы будем говорить о домашнем насилии, то здесь основная цель у того, кто применяет насилие, это подчинение власти. Я хочу, чтобы ты, потому что мне это так надо, вот мне так надо. Если мы говорим о конфликте, то здесь так, это позиция у двоих на равных. Ну, условно, я хочу красные обои, ты хочешь синие обои. Мы прям спорим, я могу взяться за сковородку, потому что я хочу синие обои. Я стукну кулаком, потому что я хочу красные обои. Ну, мы потом понимаем, что мы ни к чему не приходим, мы можем громко ругаться, мы можем даже вызвать милицию, потому что мы очень громко ругаемся. Ну, мы потом по итогу приходим, там, покупаем половину красную, половину синюю, к примеру, да, ну, как вариант. Ну, я четко понимаю, что сейчас я на равных. Системность, у домашнего насилия есть особенность системности, это в любом случае не единичный эпизод, он может быть разный интервал, может раз в пять лет, может быть потом раз в неделю, по-разному бывает. Ну, это системность домашнего насилия особенностей. Конфликт, опять же, повторюсь, есть то, о чем мы спорим. У насилия нету причины, может быть, вообще без причины, то есть посолил, пересолил, условно, то есть пострадавший не понимает, почему сейчас претензии, почему меня сейчас оскорбляют или бьют. Это такие основные особенности различия домашнего насилия и конфликта. Кто чаще становится потерпевшим от домашнего насилия? Наверное, я буду говорить в контексте тех, кто к нам чаще всего обращается, кто является пострадавшим. Последние исследования, если не ошибаюсь, были, наверное, в 2018 году национальным институтом, но в большинстве случаев пострадавшими являются женщины. Очень часто мужчины возмущаются на эту тему, говорят, как так? Она тоже может меня спровоцировать, она меня подначивала. Я все время говорю, это выбор человека, как реагировать. Всегда выбор человека, как мне реагировать, даже если она стоит, эмоционирует. Она первая начала, она меня оскорблять, унижать начала, обзывать, говорить, что я деньги не переношу в дом. Только с той стороны человек начинает понимать, что я могу делать. Я могу уйти, я могу ее остановить, я могу ударить. Это выбор. И вот когда человек принимает, даже в ситуации эмоциональности второй половинки, принимает решение ударить, оскорбить, оттолкнуть, закрыть, забрать все деньги или там контролировать, ну вот тогда это про насилие. Здесь уже половой признак гендерный какой-то не имеет значения. Можно ли понять, что ты в отношениях с агрессором? Сложно, но вот большинство исследований говорят о том, что если отношения очень быстро развиваются, вот прям сегодня познакомились, завтра вместе живем, послезавтра у нас свадьба, тогда это говорит, ну может быть разные мотивы спешки, будем так говорить, но это нет возможности понять, увидеть человека со всей стороны. И тогда вероятность того, что это могут быть, как сейчас модно говорят, абьюзивные отношения, возрастает. И в принципе, если очень много есть исследований на тему личности, людей, которые применяют насилие, у них и цель такая, чтобы вот побыстрее, тогда я обладаю тем человеком, который мне нужен, когда тогда я удовлетворяю свою потребность власти и контроля, тогда это быстренько нужно, чтобы человек не начал сомневаться. То есть, если мои отношения очень быстро начинают развиваться, и если я говорю, подожди, для меня это рано, и человек начинает эмоционировать, ты меня не любишь, или что-то еще, какие-то такие вещи подключаются, ну тогда это просто стоит задуматься. но не всегда, на сто процентов это про то, что обязательно передо мной агрессор. Иногда, очень часто, на первых порах, когда строятся отношения, многие путают контроль с заботой, и тогда нужно для себя просто, опять же, приходили к нам девушки, которые, опыт был, когда приходили и думали, что это про контроль, то есть, вот прям, наверное, он меня контролирует, наверное, это что-то, вот прям, я почитала, узнала, что вот сейчас абьюзеров очень много, да, то есть, вот так приходят, а приходили некоторые, которые прям четко понимали и рассказывали, что это прям забота, забота, да, а тут в раз иди не про заботу, вот это. Потом вот сейчас говорила, пришла еще на ум такая мысль о том, что агрессор часто ограничивает круг общения, изолирует, да, родители могут стать плохими, могут стать друзья плохими, потому что это вероятность того, что кто-то еще в другое мнение принесет, и она может, или он перестанет там быть подвластным мне, поэтому здесь вот такое ограничение, когда меня ограничивают в общении, с позиции заботы какой-нибудь, да, то есть это тоже может быть с таким звоночком, как понять, что ты сам становишься агрессором? В любом случае, да, если мы говорим про человека, который применяет насилие, очень близко к понятию агрессии, агрессия, агрессор, и когда я начинаю понимать, что я большинство своих вопросов, понимать, ключевое слово, решаю или добиваюсь там путем каких-то вот запугиваний, или что-то еще, вот когда я понимаю, что это ненормально, и мне об этом говорят с разных сторон, вот тогда и шанс эту модель поменять. Откуда эта модель взялась? Разные вариации могут быть. Из семьи, родительской семьи, особенности вообще, личностные особенности, куча-куча, да, но если я понимаю, тогда я иду, говорю, вот, в общем, я, приходили ко мне мужчины, которые честно признавались о том, что они не могут контролировать, это же вопрос контроля своей агрессии, не могут контролировать свою агрессию и не знают, что с этим делать. Мы тогда вот прям по пунктикам, пока до большой работы, да, ну, как это, на дно айсберга спускаться, да, пока мы по верхушке пройдемся, мы прям конкретно говорим, вот, что я могу сделать сейчас. Она начинает, я хочу ударить, что я буду делать, что я могу сделать, и я прям, где дверь находится, там, я могу выйти, вот прям очень конкретно, да, мы такой план разрабатываем, и если он научится тренироваться, ну, вероятность того, что это для начала, потом уже более глубоко, потому что модель-то уже закрепилась, и она рабочая была, возможно, многие годы, а сейчас вроде не рабочая, потому что она там собирается от меня уходить, например, или у меня там светит какой-то определенный, не только ответственность административная, например, еще уголовная, тогда вроде уже как бы вероятность, ну, это такой страх. но еще такой особенность есть, что если мы будем говорить про домашнее насилие, то здесь агрессоров можно в обществе не увидеть, они достаточно контактны, они достаточно приятны, если мы говорим просто про манипуляторов, таких агрессивных, импульсивных людей, их видно, да, то есть они будут, но такие достаточно, они достаточно образованные, они, возможно, умеют говорить, умеют доказывать, умеют обезоруживать, обаять, и мы можем их даже не увидеть в обществе, вот прям, о чем и говорят в большинстве случаев пострадавшего, если он к вам придет, вы не поверите, вы поверите ему. Бывает ли страшно в работе с агрессорами и потерпевшими? Страшно, страшно становится, когда ты понимаешь, что бывали случаи у нас в центре, когда приходила пострадавшая, и, ну, у нас разработан план, у нас даже есть в центре, как тревожная кнопка, переносная, если что, вдруг, да, страшно, когда бывает, да, но потом там прям четко отслеживаешь и понимаешь, но страх может возникнуть, когда мы понимаем, специалисты, которые работают на круглосуточной линии, например, которые записывают на консультацию психологам, когда звонит муж, или бывший муж, или тот самый агрессор, и требует именно того специалиста, и готов приехать и ждать его, да, вот здесь вот становится так, когда касается собственной безопасности. Были такие случаи, но удавалось отстоять, потому что это конфиденциальность, то есть, несмотря на то, что государственные учреждения, это конфиденциально, никто, кроме меня самой, не может знать, когда и на какое время записано. Единственное, что вот хорошая работа с самой пострадавшей, о том, чтобы она об этом не говорит, даже в период хороший, такой, медового месяца в отношениях с агрессором. Здесь вот такой особый акцент делается, но в том числе и у специалистов может возникнуть ощущение страха. Про цикличность домашнего насилия, медовый месяц и терпение женщин. Цикл домашнего насилия, насилие домашнее, но циклично. В любом случае, это не всегда мы говорим о каких-то постоянных эпизодах. Здесь есть нарастание напряжения, когда уже для пострадавшей понятно становится, что что-то не так. Какие-то маленькие, может быть, нарастанием напряжения в виде уколок, подколок, маленьких претензий, что-то еще. А потом начинается такой оп, и эпизод явный, яркий. Эпизод насилия, это может быть как психологическое, так и физическое. Потом наступает медовый месяц, когда все хорошо, когда он вроде хороший. Иногда бывает, что это прям задаривание подарками, это вот прям настоящий медовый месяц. И потом опять наступает через некоторое время нарастание напряжения и так далее. Исследования такие интересные были проведены. не знаю, вот насколько на сегодняшний момент, но недавно, может быть, год назад интересовалась этим. Допустим, для того, чтобы женщина могла уйти от мужчины, на Западе нужно вот достаточно, наверное, семи эпизодов. Исследования России, у нас таких исследований не было, 20 эпизодов. Сколько может терпеть? Ну, и здесь исследования проводили в контексте физического насилия, потому что психологическое, оно как-то вообще, в принципе, как будто его и нет. Не бьет, значит, не насилие. Вот эти эпизоды цикличности, когда мы рассказываем об этом пострадавшим, о том, что вот такое есть, она начинает отслеживать, и она понимает, что это система, и что вот-вот он сейчас не изменится, и нужно самой что-то делать. Почему люди становятся агрессорами? По-разному. Собственный страх, может быть, собственное бессилие внутри, у агрессоров, у людей, которые могут или применяют насилие. Глубоко-глубоко может сидеть страх, бессилие, неумение общаться с людьми, много-много всего своих каких-то установок. Если я буду хорошим, меня не будут любить, например, если я покажу свою слабость, там много всего, но оно настолько глубоко, как ядро земли, сколько нам до земли-то добираться, ну вот прям не доберемся, и вот примерно это про это же, настолько глубоко, что сам может быть и агрессор это может не осознавать. Но это годы, годы работы, если кто-то готов работать своей агрессией в таком направлении, он должен понимать, что это не 2-3 консультации, это годы терапии, когда там и приходит понимание, и вина, и стыд, и в некоторое время нужно агрессору в этом состоянии побыть, что я такой плохой, я виноват во всем, что я натворила, это такое себе чувство, и такое себе состояние, поэтому, ну это прям, если готовы, есть, есть те люди, которые готовы работать, готовы меняться, потому что есть какие-то вещи более важные, а есть те, которые готовы менять только других. Для тех, кто сейчас живет с агрессором? Что бы я хотела сказать людям, которые находятся в ситуации домашнего насилия, вы можете обращаться за помощью, вы имеете право не молчать, вы имеете право выбирать, выбирать себя, свою жизнь, свою безопасность, и есть много организаций, куда вы можете обратиться, и вам помогут, вам подскажут, и будут рядом с вами. Суицид – это крик о помощи. Сейчас это тема, тема суицида, она очень обсуждается, и сейчас нам больше известно случаев суицидов среди детей, подростков, и действительно очень важно понимать, что такое суицид, это лишение себя жизни, то есть это вот, как бы если говорить такими прямыми словами, что лежит там в основе, я часто на консультациях, когда ко мне приходят люди с риском, например, суицидальным риском, как взрослые, так и дети, не боюсь говорить о смерти, потому что мы боимся все говорить о смерти, но абсолютно нормально в какой-то период жизни, в разные периоды жизни думать о смерти, когда все достало, когда все надоело, я спрашиваю об этом, было ли такое, а как часто, когда человек говорит, что это прям очень часто и очень сильно мне мешает, я просто не могу, у меня просто мысли там, тогда риск возрастает, иногда, или, наверное, скажу другое слово, часто людям нужна в такой ситуации медицинская помощь, ну, попросту, если просто говорить, нервная система настолько сильно истощена, такой, как оголенный провод, он настолько сильно искрит, а еще вокруг очень много событий, которые раздражают, разные, там, расстался с кем-то, или, например, родители все время там про отметки, про отметки, а я понимаю, что я некрасивый, например, что-то вот это вот таком, и я устал, и нервная система настолько устала, что она просто перестает бороться, и возникают эти мысли, был опыт, когда приходили подростки, они жутко пугались этих мыслей, все, значит, я точно вот, был страх, мы разговаривали о том, что это нормально, и как-то вот, если человек принимает решение уйти из жизни, мы можем это не заметить, он готовится к этому, там очень много разных моментов, а если человек приходит и говорит об этом, иногда бывает, что и подростки, и взрослые начинают говорить о том, что вот мне что-то жизнь не хочется, а близкие пугаются очень, начинают говорить, как нет, у тебя же есть я, у тебя же есть там бабушка, дедушка, как же мы будем без тебя, а он, по сути, другими словами говорит, эй, я здесь, мне нужна помощь, мне очень плохо, я не знаю, как мне решить свой вопрос, я не знаю, что мне делать, у меня только один вариант, вот этот, как только другой человек, близкий, друг, знакомый, начинает говорить, ну, тебе, наверное, сейчас очень плохо, у вас, ты вот сейчас говоришь об этом, что могу для тебя сделать, от чего тебе плохо, и вот здесь вот, если вскрывается, этот нарыв, тогда все выходит, и самая главная помощь, если вдруг есть близкие рядом, которые заявляют, выслушать, когда он выскажет, что вот, мне вот это достало, и вот это надоело, и вот здесь вот я не хочу, и вообще у меня внутри настолько все болит, родителям тоже говорю, это настолько сильная внутри боль, что ребенок только вот так, вот это сейчас видит, ну, как он просто других путей не видит, такой туннель, и выход один, вот, и тогда, если рядом человек, он принимает, и принимает, вот сейчас такое, его, такой формат позыва о помощи, ну, это просто, если человек об этом говорит, и говорит где-то, может, вскользь, а может быть, или направленно кому-то говорит, это значит, он просит о помощи, для себя, а не, посмотрите, какой я, и еще раз там, что-то, иногда многие родители говорят, он таким образом манипулирует, я говорю, ну, так себе способ для манипулирования, значит, почему он это делает, что его сейчас, из-за чего он таким образом, то есть есть что-то, из-за чего возникает, вот эти вот вещи, из-за чего сейчас, иногда, и бывает, что self-harm, или порезы, когда приходят к нам с порезами, подростки, в большинстве случаев, и здесь нужно, был случай, когда пришла мама, она очень испугалась, когда ребенок, мальчишка себя резанул, она это увидела, она прям испугалась, наверное, все, суицидальный риск, когда мы поговорили с мальчишкой, а у них был там какой-то спор, то есть вот не все нужно принимать за суицид, была у меня, так, подросток, девочка, она таким образом, порезами, спасала себя от конфликтов родителей, которые жутко ругались, чтобы не слышать, не выносить психологическую боль, она себя физически больно себе делала, ну вот так она справлялась, и мы искали, какие способы могут ей помочь справиться с этой ситуацией, кучу вариантов, не всегда это про суицид, но если об этом говорит ребенок, взрослый, это значит, надо помогать, они говорят, успокойся, смотри, какая жизнь прекрасная, там вот цветочки, там птички, а какой, какая смерть, ну то есть, если говорит об этом человек, значит, вот это для него сейчас важно, если я обесцениваю, значит, ну понятно, значит, тут я тут сказала про меня, и это я не важен, я не важен, ну тогда отлично, вот я и подтвердил свою гипотезу, бывает такое, что родители начинают кричать, начинают угрожать, начинают говорить, ну иди, делай, что хочешь, бывали такие, то есть прям, ну опять же, это со слов детей, сами родители в этом не признаются, ну говорят, что вот есть, а что вы сделали, как, если есть еще более семья, не просто родители, есть еще и бабушки, и дедушки, там вообще особая реакция, там может быть подключаться, это грех, ты в ад попадешь, ну то есть, и здесь всегда у человека, опять же, вернусь к началу, вопрос разговора о смерти, я и мое отношение к смерти, включается личный страх, и тогда поднимается паника, что с паникой может сказать человек, другому человеку, родителя, если он сам эмоционально неустойчив, всего может наговорить, и ребенок вместо помощи получит еще дополнительные стимулы, может быть и такое, людям, которые задумываются, у которых возникают идеи, о том, что возможно это единственный выход в решение проблемы, ситуации, просто для начала поговорить с кем-то, с кем-то, кому доверяете, поговорить с тем человеком, кому я доверяю, это мне обязательно близкий, это может быть друг, а если я понимаю, что нет такого человека в окружении, все как бы могут не совсем отместись хорошо к этому, то есть специалисты, которые работают в том числе и на круглосуточных линиях, это и телефон доверия, там однозначно отнесутся честно, с заботой и выслушают. И тогда это будет возможно и задуматься. То есть у меня, если у меня это возникает, просто дайте шанс себе еще с кем-то об этом поговорить. Обращается ли психолог за помощью? Любой психолог, он понимает, что если ему нужна поддержка и терапия, он идет как обычный клиент, не как психолог и работает над своими трудностями. Часто говорят, ты же психолог, вот эта фраза очень часто бывает. или там психолог, он тоже дает отчет себе, понимание, возможно, его больше, да, в том, что что-то не так, он идет, обращается за помощью. Себе помочь может он в констекте таких каких-то моментов самопомощи, которые, которые мы обучаем наших всех клиентов. А это вот, он за этим не пойдет, у него этот чемоданчик есть, да, но если он понимает, что он сам не справляется, здесь важен контакт с другим человеком. Контакт с самой собой, поговорить, ну, даже если у меня эти знания есть, они остаются в голове. Когда я уже этим делюсь, и своими страхами и переживаниями это уже по-другому. Почему необходимо выражать свои эмоции? Возможность и, наверное, важность, важность выражать свои эмоции, выражать, говорить или по-другому выражать. Она безусловна. И когда я все время сдерживаюсь, когда я все время терплю, нельзя злиться, нельзя обижаться, но это все равно где-то вылазит. И оно вылазит такими вспышками. И я об этом рассказываю на консультациях и взрослых, и детям. О том, что если ты злишься, ты можешь выражать свою злость. Вот второй момент. Тогда как и где, в каком месте и как хочется выразить там свою грусть или когда мы теряем близких, время плакать, оно время плакать. А не вот я держусь. Поэтому вот здесь вот о чем может говорить психолог и рассказывать. Где вы можете разозлиться? Хочется покричать? Где вы можете покричать? Ну, вот прям набрасываем много вариантов. Возле железной дороги, в лесу, вообще вариантов. У нас в центре есть в том числе по работе с потому что агрессия самое яркое, злость, самое яркое чувство и его чаще всего так прибивать нельзя. У нас есть даже вот бокс-партнер, как мы его называем. Комната гнева, где можно вот повесить в портрет, не повесить в портрет. Ну, вот как раз таки тот, который когда обучается боксу, учится, тренируется. Да, есть перчатки, есть лапа. И наши клиенты прибегают к такому формату. она такая достаточно звукоизолированная, но хорошо. Вот можно прийти отреагировать чувство и у психолога безопасно. Не готов клиент, мы ищем какие способы. Ну, это такая своеобразная очищение самого себя эмоционально. Есть нормы, социальные нормы, есть правила в обществе, правила поведения, есть какие-то родительские правила, родительские установки, и от этого мы никуда не денемся. Это есть. И это где-то в том числе с одной стороны нас ограничивает, но с другой стороны нас структурирует. И вот здесь обсуждение и понимание, что вот здесь я, наверное, сдержусь и здесь эмоции будут мешать мне. да, да, и тогда я работаю над тем, чтобы кучу разных техник и дыхательных, чтобы себя стабилизировать, да, то есть более устойчиво чувствовать если там конфликт на работе, например, или что-то еще происходит, да, но с одной стороны я вот учусь этому и с помощью психолога или сам и с другой стороны я тогда ищу способы такого, как мы говорим часто среди психологов экологического выражения эмоций. Где я могу все-таки? Ну, есть потребность у меня все разломать. Есть, по-моему, комната у нас в Минске, где можно бить посуду. Замечательно. Да, и вот тогда мы тоже рекомендуем нашим клиентам. Вы идете с какой целью? Про кого будете думать? Вперед. Да, и тогда вот как раз-таки не только удовольствие от того, что разбиваются тарелки от того, что еще выходит самая эмоция. Как научиться прислушиваться к себе? Сейчас в современном обществе наверное у многих людей просто бешеная скорость. Если мы понаблюдаем со стороны, все куда-то спешат. Вот просто там быстро, здесь быстро, быстро поел, быстро оделся, все очень быстро. а когда мы очень быстро все делаем, когда мы двигаемся быстро, мы не замечаем, что с нами. Даже там забыл дети иногда, забыл одеть шапку, потому что опаздывал. И он, возможно, даже не заметит, что ему было холодно, когда он шел зимой в школу без шапки, потому что он очень спешил. здесь очень важно того, чтобы понимать, что со мной, как я себя чувствую, просто делать такие остановки. Я очень часто к этому говорю. Так, основное такое вам домашнее задание говорить стоп себе и прям думать про себя. Так, что, где я нахожусь, что сейчас вокруг меня, что я слышу, просто вот прям физически и в том числе получается эмоциональные остановки такие делать. Как только я научусь останавливаться и замечать, что вокруг меня, я научусь замечать, что внутри меня. Много мыслей, когда мы очень быстрые, очень много тревоги, очень много волнения. Тогда это надо просто, я заметила, что я могу сейчас для себя сделать. Варианты придут, их много. И с детства могут прийти варианты, куча-куча таких. Но вот как вот здесь важно научиться человеку замечать, что со мной сейчас. Для этого просто вот иногда я советую, это сложно, потому что правда, наверное, современный мир требует скорости, требует быстрой реакции, требует там, у нас даже если мы берем соцсети, там коротенькие сообщения, информация, если большая, не хватает, если там тикток, там вообще просто минутные, 15-секундные, все, то есть быстро, быстро. Иногда я советую, говорю, ставьте тогда себе будильник, покупайте специальный браслет, любой, чтобы вот прям сложно самой, самому сработал будильник с каким-нибудь кодовым словом или со словом стоп, и я тогда переучивать себя. Мир все равно будет ускоряться. Век технологий и развития всяких, нейросети и все остальное, то есть все развивается, мир ускоряется. Но я могу не успеть и скорее всего я не успею, потому что так, ну могу, можно потерять просто себя. Такое основное. А уже исходя из того, что я научилась останавливаться, у меня тогда будут возникать и другие вопросы. А что мне делать, если мне грустно? Что мне делать, если мне хочется там того-то? Что мне делать, если я хочу? А у меня не получается или мне не дают? Ну это уже такая получается как запуск. Запуск работы над собой. Забота о себе.